Почти 8 тысяч учащихся брянских школ отправятся этим летом в 13 загородных лагерей. А в школьных объединениях ребята смогут еще и подзаработать. За наведение порядка и ремонт мебели в месяц трудолюбивые школьники могут получить 2300 рублей. Кроме того, для детей из нашей области в течение лета, как, впрочем, и всего года, организованы всевозможные экскурсии. Это и посещение конно-спортивных клубов, храмов и монастырей, можно совершить экскурсии в парки, усадьбы. Последних в области несколько десятков. Кроме того, школьники в наглядной форме уже сейчас могут познать историю своей родины. Это значительно дополняет полученные в школе знания из учебников, убеждены организаторы мероприятий. Речь идет о ставшем за короткое время довольно популярном маршруте партизанскими тропами Брянщины. Когда дети воочию видят те места, где героически сражались их предки, те здания, которые построили зодчие много веков назад, и они до сих пор являются архитектурным и культурным памятником, когда они радуют в глаз и восхищают. Когда дети, идя по городу, видят эстампы, на которых размещена информация о том, что же в нашем крае является достопримечательностями, особыми изюминками. Еще один сюрприз для юных и взрослых жителей Брянской региональные власти готовят в период летних каникул. Событие состоится в День партизан и подпольщиков 29 июня. Мы планируем открыть такой пешеходный маршрут на площади партизан, где на пилонах, которые были использованы для 9 мая, треугольники большие, вы все видели, мы разместим постоянную экспозицию, создадим и разместим информацию о партизанском движении, о партизанском подполье, чтобы дети, просто гуляя, проходя по этому месту, могли получать информацию. Более 60 тысяч детей в этом году будут отдыхать в оздоровительных лагерях Брянской области. Глава региона лично инспектирует и отслеживает всю ситуацию по безопасности проживания там юных жителей Брянщины. В 2015 году на оздоровительную кампанию детей Брянской области предусмотрен 321 миллион рублей. Для детей Брянщины будут организованы 5 оздоровительных смен в санаторных здравницах и несколько оздоровительных смен в загородных лагерях области. Всего будут задействованы 519 учреждений, 10 санаторных здравниц, 13 загородных оздоровительных лагерей, около полутысячи лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования. В рамках сотрудничества с Комитетом Союзного государства в течение года планируется оздоровить 700 детей. Во всероссийских детских центрах 235 детей, в том числе в детском центре Артек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...